Всем привет! Меня часто спрашивают, по каким книгам я готовился к экзамену. Ну, удовлетворяя просьбе, сегодня сделаю первый и, возможно, последний в своей жизни анбоксинг сумок, с которыми я ходил на экзамен. Поехали! Тут сразу возникает вопрос, а при чем здесь анбоксинг сумок и книги, в которых я готовился к экзамену? Все просто, все эти книги я брал с собой для того, чтобы, если вдруг мне что-то понадобится, я мог этим воспользоваться. Поскольку книг очень много, я пока не успел все прочитать прям супер детально и, так сказать, перезагрузить себе в голову, лучший способ подготовиться, на мой взгляд, это проглядеть хотя бы, что там есть и достаточно быстро уметь искать информацию в тексте. В книгах как будто ты берешь и гуглишь, но гугла нет, и есть книги. Собственно, пройдемся по книгам. Линал, Матан, Тервер, алгоритмы. Линал — это Кострыкин. В принципе, я думаю, что кроме вот этих трех частей ничего особенно не потребуется. За время подготовки я успел прочитать первую часть и половину второй, и все, что было на экзамене, сюда влезало. Третья часть, как полезное дополнение, здорово знать, но на экзамене не потребуется. Сборник задач. Полезно будет потренироваться, если потребуется, если не хватит того, что было на прошлых экзаменах. Матан. Матан — это Зорич, который всех пугает своим размером и содержанием. И Анти Демедович, который не такой глубокий, не такой детальный, как Зорич, но при этом содержит очень много задач. Кроме того, содержит задачи, которые были на предыдущих экзаменах. Например, что-то про f от x плюс t равняется f от x, доказать при определенных условиях. Это здесь есть. Поэтому, что я делал, я ознакомился примерно с содержанием всех задач, чтобы иметь возможность на экзамене быстро все пролистать. А с Зоричем я ознакомился тоже достаточно поверхностно. За один день прочитал полкниги, примерно понял, где там что есть, где что искать. Вторую книгу успел прочитать только оглавление, но вторая, в принципе, и не понадобилась. Так. Тервер. Тервер у меня было две книги. Это Мухапади и Probability Static Stical Inference. Это книга, которую я проходил в Баконе. Поэтому, конечно, мне логично ей воспользоваться, поскольку я знаю, где там что. Уже успел все подписать еще пять лет назад. Что мне сейчас, кстати, тоже помогло. И еще одна очень крутая книга, которую купил недавно, это Феллер «Введение в теорию вероятности» и ее приложение. Я с этой книгой сталкивался только на английском, и она, конечно, суперклассная, суперизвестная во всем мире. Она пригодилась и к экзамену, но не конкретно к этому, но в предыдущие, поскольку она содержит, например, рассказ задач о разорении, и она же содержит рассказ задач о смене знака при случайном блуждании. Где-то здесь это было. В общем, если знать хорошо эту книгу, или хотя бы знать, что там есть, можно легко найти подходящую формулу и вставить в задачу. Задача решена. Так. Алгоритмы. Ну, я думаю, что здесь добавить нечего. Корман — это библия алгоритмов. Разве что добавлю, что на самом деле на экзамене все гораздо проще, чем Кормана. То есть, если вы знаете Кормана, вам любая задача на экзамене по алгоритмам будет нипочем. Если вы Кормана не знаете, то есть я знаю достаточно поверхностно, ну, все равно, скорее всего, шанс написать задачу по алгоритмам на экзамене будет высокий, потому что задачи там достаточно простые. Так, у нас здесь получились основы алгебры, матан, матан, вот он, получился тервер и алгоритмы. Бонус — это материалы, которые я еще с собой взял, которые мне пригодились. Это, конечно, решение всех задач из предыдущих лет. Кое-что я там нашел полезное и даже чуть ли не списал из предыдущих лет задачу. И, ну, конечно, черновики мои старые, для того, чтобы иметь возможность посмотреть, что я там решал раньше. И много всякой всячины для решения задач. Калькулятор. Калькулятор полезен для того, чтобы строить графики и решать задачи геометрически. Линейка, степлер, чтобы скрепить все свои листы в один, чтобы их никто там не потерял, чтобы не рассчитывать, что там они сами со всем справятся и не накосячат. Лучше решить вопрос за них, за организаторов. Так, замазка, точилка. Маркеры разнообразные, чтобы удобнее было писать объяснение решений. Ручки, еще ручки. И моя любимая лягушка, талисман математический, который я беру с собой на все соревнования. Ну, а, собственно, и все. Надеюсь, что эти книги вам помогут так же, как они помогают мне. Не знаю пока, прошел я экзамен или нет, но я знаю точно, что вот этого всего хватит, чтобы подготовиться к экзамену. Вопрос только, сколько времени на это потребуется. Но это уже вопрос другого видео. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok